Модуль геометрия. Задача номер 11 из 4 тренировочного варианта основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Высота BH. Параллелограмма ABCD делит его сторону AD на отрезки AH равной 1 и HD равной 63. Сразу покажем параллелограмм ABCD и высоту BH, которая по условию делит сторону AD на отрезки AH равной 1 и HD равной 63. Далее. Диагональ параллелограмма BD равна 65. Тоже покажем диагональ BD и отметим, что она равна 65. То есть 65. Нам необходимо найти площадь данного параллелограмма. А как это сделать? Вспомним, чему равна площадь параллелограмма. Площадь параллелограмма ABCD равна произведению основания, в данном случае AD, умножить на высоту BH. Далее. Нам неизвестна высота BH. Основание мы сможем найти. Основание AD мы найдем как сумму двух отрезков AH и HD. То есть мы к 63 прибавим единицу, получится 64. Основание будет равное. Это мы найдем чуть позже. Но нам нужно найти еще высоту BH. То есть вот эту высоту нам надо найти. Как найти высоту? Высоту мы найдем из прямоугольного треугольника BDH. То есть из вот этого прямоугольного треугольника мы найдем высоту BH. По теореме Пифагора. По теореме Пифагора сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенуфе. Это значит BH в квадрате плюс DH или HD. DH в квадрате равно BD в квадрате. Откуда можно выразить BH? То есть BH в квадрате будет равно BD в квадрате минус DH в квадрате. Подставляем. BD. BD это диагональ. Параллограмма равна 65. 65 в квадрате. Минус DH. DH равно 63. Получается минус 63 в квадрате. Найдем данную разность по формуле разности квадратов. Так проще. То есть по формуле разности квадратов можно записать произведение 65 минус 63 умножить на 65 плюс 63. Получаем 65 минус 63 будет 2 умножаем на 65 плюс 63 это будет 128. 128. И прежде чем мы будем извлекать корень удобно было бы переписать данное произведение по другому немного. А именно записать двойку мы так и оставим, а вот это число 128 мы запишем как 2 умножить на 64. Нам так будет удобнее извлекать квадратный корень. То есть 128 мы представим как произведение 2 и 64. Тогда у нас получится двойка первая остается, да еще умножить на 2 и умножить на 64. То есть вот это произведение мы записали вместо числа 128. И теперь нам осталось только извлечь квадратный корень. 2х2 это 4, а это 64. То есть получается нужно извлечь квадратный корень из вот этого произведения. То есть BH равно корню квадратному из 2х2 это 4 умножить на 64. То есть вот из этого числа нам нужно извлечь квадратный корень. Извлекаем корень отдельно из первого совмножителя и из второго совмножителя. Извлекаем квадратный корень. То есть получается корень из 4 умножить на корень из 64. Получается 2 умножить на 8, получаем 16. То есть высота получилась равна 16. И теперь нам осталось все это подставить в формулу для площади параллелограмма. Таким образом, площадь параллелограмма будет иметь вид S, A, B, C, D равно произведению AD на BH, основание на высоту. AD состоит из суммы двух отрезков AH плюс HD умножить на BH. Подставляем. AH это единица плюс HD 63 и умножаем на BH. BH мы нашли, оно равно 16. Равно. В итоге получаем. Равно 64 умножить на 16. Как проще это сделать? Давайте так сделаем. 64 умножить на 16. Или можно было в столбик сделать, или вот так как мы делаем усно. То есть получается 10 плюс 6 можно представить. А теперь 64 умножаем на 10. Это будет 640. Да плюс 6 умножаем на 64. 6 и 4 24. 4 пишем, 2 запоминаем. И 6 и 6 36. Да еще 2 запоминали, 38. То есть в итоге у нас получается равно 4 плюс 0. 4 складываем. Единицы. Теперь десятки складываем. 8 плюс 4. Это получается 12 десятков. 2 пишем, 1 сотню запоминаем. И 6 плюс 3 9. Да еще 1 сотню запоминали. Получается 10 сотен. 10 сотен. Итак, в ответ нам нужно записать число 1024. Такова площадь нашего параллелограмма. Задача решена.